Здравствуйте, девушки! Меня зовут Жанна Санжак, я визажист, и на моем канале вы можете найти очень много советов по искусству макияжа. И сегодня я хочу немножечко поговорить про цвет волос, потому что очень часто спрашивают, как подобрать цвет волос. Так вот, цвет волос подбирается по некоторым параметрам. Первое, на что нужно обращать внимание, не просто я хочу этот цвет волос, а ориентироваться на цвет кожи. Цвет кожи это самый первый и самый важный показатель вашей красоты. Цвет кожи может быть бежевый, но есть подтоны бежевого цвета. Есть бежевый цвет с сероватым подтоном, есть бежевый с розовинкой, есть бежевый желтоватый, бежево-оливковый, бежево-белый, но с таким как будто бы синеватым подтоном. То есть в зависимости от того региона, где вы живете, но это не самый важный показатель. Самый важный показатель, конечно же, это ваше происхождение, кто у вас мама, папа и чем вас наградили, то есть какой у вас цвет кожи. Конечно же еще цвет кожи, что тоже нужно понимать, меняется в зависимости от того, где мы проживаем. Это жаркий регион, солнце круглый год, это северные какие-то страны, где солнца не так много. Плюс на состояние и цвет кожи будет влиять еще и ваше самочувствие. Выспались, не выспались, не было никогда купероза, появился купероз, не было может быть сероватого подтона. То есть это все может быть связано как раз с того, как вы себя чувствуете и состояние здоровья. То есть в каком состоянии желчнокишечный тракт, в каком состоянии печень и так далее. Поэтому, что касается цвета волос, он подбирается не один раз и на всю жизнь, и вы поддерживаете этот тон. А вот в зависимости от того, как сейчас выглядит кожа, цвет волос подбирается под данный цвет кожи. Что значит под цвет кожи? Это не значит, что если у меня желтая кожа, желтый цвет волос. Нет. Это имеется в виду удовлетворяет ли вас, довольны ли вы своим цветом кожи. Если у вас абсолютно ровный, нейтральный цвет, тогда вы можете действительно просто, как хамелеон, менять цвет волос каждый месяц. И вам подойдут разные оттенки. Наверняка есть такие девушки, которые на меня подписаны, которые с легкостью могут менять. Ой, я и блондинкой была, мне и черненькая хорошо, ой, и рыжий я обожаю, а сейчас у меня вообще розовый. И возможно, действительно хорошо, именно потому, что цвет кожи, цвет лица позволяет рядом иметь абсолютно разные цвета волос. Но, если есть такая особенность, что у вас, допустим, есть покраснение, или вам не нравится, что у вас цвет лица тусклый, серый, оливковый, а может быть у вас пигментация, то тогда вот здесь, для того, чтобы выглядеть хорошо, и чтобы цвет волос как бы шел, чтобы украшал, то тот цвет волос выбирается так, чтобы немножечко снивелировать вот эти особенности кожи. Понятно, что мы используем декоративную косметику, тональные средства, да, но еще и без макияжа мы тоже ходим. Поэтому, чтобы без макияжа лицо выглядело тоже хорошо, во всяком случае не хуже, вот здесь нужно четко понимать, какие использовать цвета волос для того, чтобы улучшить визуальное состояние кожи. Это называется симультанный контраст. Что это такое? Это когда цвет волос, ой, цвет волос, да, он на кожу дает определенную тень. То есть это просто законы физики, да, в данном случае физики цвета. То есть определенные цвета на соседние предметы дают тень. Это называется в физике цвета симультанный контраст. Что это такое? Например, красноватые цвета волос, сюда можно отнести рыжие, но рыжие бывают такие рыжевато-желтые, а еще бывают рыжевато-красные, бывают еще такие рыжевато-малиновые цвета волос. Они могут быть как темные, так и яркие. Так вот, когда в волосах присутствует такой красноватый пигмент, то кожа будет смотреться более оливковой. Значит, если у вас кожа имеет серый потон, оливковый, и он вам не нравится, и вы хотели бы его изменить с помощью оттенка волос, то тогда красноватые цвета, они будут только усиливать. А если у вас кожа имеет красноту лица, например, купероз, может быть, розация, может быть, у вас просто сама кожа по себе имеет розоватый потон, и он вам не нравится, то как раз если в волосах будет что-то вот холодно, холодный потон, это винные оттенки, это такие вишневые цвета волос, они будут на себя забирать красноту, и краснота лица будет смотреться бледнее. То есть, просто выбрав правильный цвет волос, блондинки, кстати, тоже, если вы блондинка, то есть розовый жемчужный цвет, вот розовый жемчужный цвет, он будет на себя розовинку забирать, и кожа будет смотреться более теплого цвета. Вот такую вот рекомендацию, хорошо бы, чтобы вы это знали, при выборе цвета волос, то есть не обязательно кардинально менять, я была блондинкой, теперь я буду рыжей, нет, вы просто делаете блондинку холодную, но не пепельную, а именно с розовинкой, и розовый, я имею в виду не ярко-розовый, он, если сравнивать несколько блондинок, да, и цветов, вы даже если приходите, например, к парикмахеру, то там есть палитра цветов, и вы будете смотреть, что тут есть, например, сероватый потон, бежевый потон, желтоватый, может быть, даже оливковый блондинка русая, и есть еще блонд, который с розовинкой, вот из этих светлых вам нужно блонд, который с розовинкой, это будет прекрасная цветокоррекция для вашего лица. Если у вас цвет кожи оливковый, то, соответственно, очень часто как раз я вижу такая ошибка у девушек восточных, особенно это Азия, когда кожа имеет желтовато-оливковый, даже такой оливково-стероватый потон, красят волосы в красноватый оттенок, в рыжевато-красноватый. Вот это так усиливает их оливковый цвет, что смотрится кожа очень и очень уставшей. Поэтому, если кожа имеет оливковый пигмент, то не рекомендуется ничего рыжего-красноватого. Лучше это, чтобы были нейтральные цвета, это темный русый цвет. В темно-русом цвете или средний русый цвет, там присутствует как раз немножечко такой вот зеленоватый пигмент. И он на себя будет забирать вот эту вот зеленцу, поэтому кожа будет смотреться более розовой. Она не будет розовая, просто дело в том, что вы не будете усиливать зеленый пигмент. Поэтому это очень важно, какой будет оттенок волос. Потому что вот этот вот фон, он играет огромную роль относительно цвета кожи. И вам макияж будет подбирать значительно проще. Если кожа имеет совсем такой бледный, серобатый, прям с голубизной еще по тону, это девушки обычно скандинавского типа, и кожа настолько тонкая, что даже могут быть видны венки. И она как будто голубоватая. Иногда это может смотреться хорошо, такой эффект фартфоровой кожи. Но если вам это не нравится, то компенсировать вот это с цветом волос, опять же, здесь нужно, чтобы был непротивоположный цвет. Например, любые желтоватый цвет волос будет еще больше усиливать голубой потон кожи. Поэтому будет еще более синяя смотреться кожа, и это будет вас не радовать. Соответственно, желательно, опять же, чтобы цвет волос был немножко в холодный потон. Потому что холодный потон волос будет усиливать в коже теплый потон. Но все-таки, если говорить о белой коже с голубизной, лучше еще воспользоваться в декоративной косметике, например, или автозагар. У меня есть видео про автозагар, посмотрите обязательно. Или это загарная пудра, или называется это бронзатор, который немножко подтеплит кожу. И если волосы будут холодного потона, холодный потон может быть и темный, и средней темноты, и, конечно же, блонд. Поэтому дело не в том, что нужно прям блондинкой стать, из брюнетки. Нет, дело в том, что именно нужно, чтобы волосы были с холодным потоном. Вот и все. И если вы воспользуетесь еще бронзатором, бронзер называется, по-русски загарная пудра, то вы тогда еще больше скорректируете цвет кожи. То есть вот такие вот небольшие рекомендации, как можно сделать кожу лучше. Ну и последний вариант, это желтый цвет лица, который не украшает. Желтый цвет лица может быть красивый, а может быть некрасивый. К желтому можно отнести еще и те, кто имеет пигментацию. Пигментация бывает желтовата, бывает коричневая. Поэтому, когда вы выбираете цвет волос, нужно, чтобы более коричневый был в волосах. Это опять же, если вы блондинка, то тогда это не какой-то один тон. Это может быть варианты такого окрашивания, когда присутствует несколько цветов. Это очень красиво смотрится, это объем дополнительный придает. Во всяком случае, около лица, это не так, что прям какая-то прядь здесь. Но чтобы волосы были не очень светлые, лучше тогда, чтобы корни волос были потемнее. Потому что, если у вас желтоватый или коричневый цвет кожи, именно за счет пигментации, то если у вас будут светлые волосы около лица, это называется контраст по светлоте. Белое, коричневое. Коричневый будет ярче. Если вы сделаете хотя бы окантовочку, желательно, чтобы она была коричневатая, да, это когда корни окрашиваются такой в темный цвет, то тогда будет именно не в русый, а в темный, в теплый. То тогда вот здесь коричневый, он будет более сочный, соответственно, коричневый на лице будет смотреться бледней. При этом вы можете быть блондинкой. Также, у кого волосы темные, это каштановые, вот всякие такие коричневато-теплые цвета, вся теплота уйдет сюда, кожа будет смотреться чуть бледнее. Запомните, противоположный желтым будет фиолетовый, розоватый, рыжеватый подтон. Поэтому, если у вас в волосах будет холодный подтон, то желтизна лица будет выглядеть ярче, и тогда вам тяжелее будет ее корректировать. Вот такие небольшие советы. Обратите, пожалуйста, на свой цвет волос. Может быть, вы просто чуть-чуть поменяете оттенок, у вас совсем по-другому будет выглядеть кожа, даже без макияжа. Спасибо вам огромное, что вы смотрите это видео. Подписывайтесь на мой канал, и до новых встреч! Подписывайтесь на мой канал, и до новых встреч!